Скоро начинается представление, занимаем свои места. Садимся, садимся. А где наш ряд? А где наш ряд? А места у нас какие? Внимание, внимание на сцену. Мы сейчас скоро начинаем представление. Здравствуйте, дорогие зрители. Приглашаем вас в наш театр. Мы, бродячие артисты, ходим по городам и странам и показываем сказки в публике. Сегодня мы вам расскажем историю о золотом ключике. Позвольте представиться, я сыграю черепаху тортилы. А я пудер Демона. А я сырочка, который живет за камином. А я Коломбину. Еще у нас будут Пьеро и Мальвина, Трудяка-Папакалу. Барабас-Барабас, кот Базилио, лиса Алиса и, конечно, озорной мальчишка Буратино. Может быть, наша история научит вас чему-то мажут? Ведь каждый может найти свою золотую дверь и свой золотой ключик. Однако золотые ключики попадают в руки только тем, кто стремится к своей цели и готов прийти на помощь к друзьям. Кто справедлив и щедр об этом расскажет наша сказка. Итак, дорогие зрители, мы начинаем наше представление. В Талии жил человек по имени Папа Карла. Он был беден и одинок. И решил он однажды вырезать из полен деревянного мальчишку. О, хорошая полена! Из него можно вырезать отличного деревянного парнишку. Глаза, рот, нос. Ой-ой-ой, секунду! Ты кто? Я Буратино. Ну, буратино. Что ты хочешь? Я есть хочу. Ну и сиди спокойно. Я сейчас принесу тебе панишку. А я сейчас сам пойду. В коморке Папы Карла висел холст с нарисованным очагом и котелком. Буратино подумал, что они настоящие, сунул свой длинный нос и, конечно, проткнул картину. Ой-ой-ой! Что случилось, Буратино? Эй, кто там? Я, говорящий сверчок, который живет в этой комнате больше ста лет. И у меня, Буратино, есть к тебе полезный совет. Очень не нужны советы старого сверчка. Ах, Буратино, Буратино, брось баловство и завтра начни учиться в школе. А то тебя ждут большие опасности и страшные приключения. Ах, ты столетняя букашка-дорогашка! Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Жаль мне тебя, Буратино, прольешь ты горькие слезы. Я здесь, мой мальчик, кем ты говорил? Ни с кем, тебе почудилось. Папа Карло, я хочу учиться в школе. А я тебе уже одну купил. Ой, а где же твоя куртка? Я ее продал, чтобы ты смог учиться. Папа Карло, я выучусь, вырасту и куплю у тебя тысячи новых курток. Итак, Буратино отправился в школу. Но он был очень любопытен, ведь у него не зря был длинный нос. А длинные носы, как известно, повсюду суют, куда даже не следует. Поэтому Буратино шел, и все взялось клятву. Знаменитый театр кукольных наук. Серьера, Карабаса, Барабаса. Это только одно представление. Торопейтесь, торопейтесь, торопейтесь. У школы же нет ног, она никуда не уйдет. Я только взгляну и бегом в школу. И тут к Буратино подошли лиса Алиса и кот Базилио. А у тебя есть четыре сольда на билет? Четыре сольда нет, но зато есть новая азбука с чудесными картинками и большими буквами. Твоя азбука не стоит больше двух сольда. Но мне нужно четыре. Могу взять за три сольда. Но мне нужно четыре. Три с половиной, и не сольда больше. Но мне нужно четыре. Так и быть, держи четыре сольда. Ты что делаешь? Мы еще встретимся с этим деревянным упрямцем. Приятного просмотра, Буратиночек. Приятного просмотра. Уважаемая публика, сегодня вы увидите смешную комедию. Девочка с голубыми волосами. Или тридцать три тумака. Внимание, представление начинается. Меня зовут Пьеро. Здравствуйте, я Орликин. Почему ты грустный? На Львина бежала в чужие края. На Львина пропала невеста моя. Рыдаю, не знаю, куда мне податься. Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться? Это девочка с голубыми волосами. Ха-ха-ха, послушайте, разве бывают девочки с голубыми волосами? Ай, куклы, смотрите, это же Блутишка, Буратино. Буратино, иди к нам, иди сюда. Карабас, карабас, разбегайтесь, прячьте скорее. Это кто помешал представление нашей комедии? Представление окончено. Эй, Буратино, ты ведь деревянный? Сегодня я растопил с тобой камень. Ой-ой-ой! О, хорошая победа. Ой-ой-ой! Пристань, реветь, полизай в очах. Бедненький я, несчастненький я. Я пробовал сунуть нос в очах, только дырку в нём проткнул. Как ты мог проткнуть дырку в очаге? Да потому что очах был нарисован в комокке папы Карла. Бой отец Карла, я дарю тебе жизнь. Вот тебе пять золотых отнеси к папе Карла. И главное, пусть бережёт картину с очагом. Так вот где расположена дверца, которую открывает ключ. Осталось раздобыть его. Эх, и всё из-за этой черепахи-тортилы. Было это несколько лет назад. Я тогда торговал при яхтах. Опять ты каравас мутишь в воду? А, это ты, старый плавучий челодан. Ты распугал весь путь. Скоро кончится это безобразие. Не кончится, пока не выловлю всех пьянок из твоей грязной лужи. Тётка тортила. Хе-хе-хе. Понятно? Зачем ты их ложишь в таком количестве? Чтобы продать их на рынке. Я буду говорить, что они верчат людей. Но ты же не врач. Зачем мне быть врачом, Если люди во всё это верят, И денюжки сами мне стыдятся в карманах. Тогда, тогда я готова откупиться от тебя, Карабас. Да у тебя же нет ни соль, да. Старая ты черепаха. Я тебе дам больше, чем соль. Я тебе дам больше, чем миллион. Я тебе дам одну волшебную вещь. Эта вещь приносит счастье. Ты что, хочешь, чтобы я применял деньги на какое-то счастье? Запомни, Карабас, Если люди стали принимать счастье за деньги, А деньги за счастье, То клянусь, никто и никогда не получит золотого ключика. Клянусь, никто не получит никогда золотого ключика. Какого ключика? Золотого? Такого самого, Который открывает вверх сокровищу. Тортилочка, ключик. И согласен. Никто и никогда. Ну ничего, я найду способ Добыть ключик у этой черепахи. Слово, Карабас, Карабаса. А кто там живет? Эй, куклы, живы отсюда! Итак, Буратино вышел от Карабаса-Барабаса почти богачом. Ведь пять золотых – это очень много. И поспешил к папе Карлу, чтобы отдать ему эти деньги. Но не все так просто. Когда Карабаса-Барабас давал Буратине пять золотых, то хитрая лиса Алиса и вредный кот Базилио находили их с тетей. Здравствуй, умненький Буратино! Здравствуй, добренький Буратино! Куда это ты так спешишь? Куда это ты так спешишь? Капе Карла! Я куплю ему подарки! Умненький, благоразумненький Буратино! Разве у тебя есть деньги? Целых пять золотых! Хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в десять раз больше? Конечно, я хочу! А как это делать? Проще простого. Идем к нам в страну дураков и посеем твою монетку. Там вырастет дерево с золотыми листьями. Конечно, пойдем! Лиса Алиса и кот Базилия обманули нашего Буратино. А я говорил ему, будь осторожен, глупый ты, Буратино! Но Буратино убежал от них. И оказался возле дома моей прекрасной невестой Мальвины. Спросите, помогите! За мной гонятся разбойники! Ах, ах, это же Буратино! Ах, ты мой, что с ним? Патент скорее жив, чем мертв. Его надо лечить ка-стор-кай! Не надо ка-стор-кай! Я живой! Вот и все, вот и все! Хорошо, хорошо! Буратино, вы наверно голодны! Артемон, принесите Буратино угощение! Буратино, вступайте, мыьте руки! Вытащите из-под себя ногу! Вы подавитесь, если будете запихивать в себя столько пирожных! Не ешьте руками! Не пейте из копейника! Кто вас воспитывал? Скажите, пожалуйста! Когда папа Карла воспитывает, а когда никто! Теперь я займусь вашим воспитанием! Займитесь лучше его воспитанием! Чего он скажет? А мне можно! Я же собака! Ру! Теперь сядьте, положите руки перед собой! Не горбитесь! Мы займемся арифметикой! А он уже освоил арифметику! А мне не надо знать! Я же собака! Ру! Не отвлекайтесь! У вас в кармане два яблока! Брешь ни одного! Я говорю предположительно, что у вас в кармане два яблока! Некто взял у вас одно яблоко! Сколько у вас осталось? Я же твоему некто не отдам яблоку, хоть он и герри! У вас нет никаких способностей к математике! Будем учить буквы! А он уже освоил буквы! А мне не надо знать! Я же собака! Ру! Я тоже хочу быть собакой! Луф! Гав! Луф! 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 Ах! Привется тебе за твои проказы посадить в чулан! Артемонов в виде буратиных чулан! Кожи мне, воспитательники! Разве так вас спитывают детей? Кто не сидит, кто не делает! Убегу! Уважаемая публика! Объявляем конец первого действия! Антракт! Уважаемая публика! Мы рады видеть вас на нашем спектакле! Вторую часть! Покажем мы, актеры первого Б-класса! Мы увидели знакомых героев, но в исполнении тоже других деланливых артистов! Я сыграю Коломбину! А я Задиру Арвикин! Луф! Луф! Легите карабаса-барабаса! Решу Алишу и Перро! Малевину, Артемона, Кота Базилио, Друзяку Попокарова, Тортиру и Её Лягушек! И Задонова Буратино! Что ж за Буратино спросите вы? Он горевал-горевал в чулане, его пугали страшные пауки, но с помощью летучей мыши наш герой выбрался. Она показала ему тайный ход и проводила прямо в страну дураком на поле чудес, где ждали его лиса Алиса и кот Базилио. Храбренький, отважненький, Буратино, откуда ты взялся? Мы очень рады тебя видеть! Ты ведь ещё не потерял свои мнения в чуланике, Буратино! Сегодня последняя ночь, когда можно спеть, к ультру соберёшь кучу денег и накупишь всякой-всячей. Выруешь ямку, положишь золотой? Да не забудь сказать, крекс-пекс-пекс! Рой ямку здесь! А ну здесь всё-таки подальше! Боже мой, да мы и смотреть не хотим, где ты заролишь деньги! Кот Базилио и лиса Алиса дождались, пока Буратино заснет, и откопали его золотые, устроив из-за денег настоящий спор. Кот Базилио, давай делись, по-честному. Это мне, это тебе, это мне, это тебе, это мне. Ты меня обманула! Почему обманула? Давай сначала. Это мне, это тебе, это мне, это тебе, это мне. Ты меня обманула! Ну что ты говоришь, кот Базилио? Ну как я могу обмануть тебя, своего верного друга? Ну ладно. У, обманщики, отдайте мои деньги! Не будь таким доверчивым, мальчик. Куда его, кот Базилио, чтобы он не мог пожаловаться своему папе Ка? Бросим его в речку. Правильно! Раз, два, три! Вот так наш доверчивый Буратино оказался в реке. Ведь он был деревянный, не мог утонуть. А в этой реке, очень давно, уже целых 300 лет, жила старая черепаха-тортилла. Бедный, маленький, глупый Буратино, ну что же ты такой доверчивый? А зачем вы обзываете? Я просто хотел для папы Каина побольше денег. Эх, Буратино, я живу на земле уже целых 300 лет, и многого чего повидала на своем веку. Вот так маленьких мальчиков и девочек легко одурачивают всякие мошенники. Ну ничего, не расстраивайся, я подарю тебе золотой ключик. С ним связана великая тайна, и я тебе ее открою. Этим ключом надо открыть дверь за нарисованным ячагом. И это принесет тебе счастье. Прощай, Буратино. Иди к своему папе Карло. Да, мне пора папе Карло. Ты видел? Тортира отдала золотой ключик этому мальчишке. Этот ключик, который нужен Карабасу-Варабасу. Пойдем расскажем ему. У меня есть план. За мной! Итак, лиса Алиса и кот Базирио рассказали все Карабасу-Варабасу о золотом ключике, что Тортилла отдала его Буратино и отправились в погоню. А Буратино всем временем шел к своему папу Карло. Надо же скорее позвать папу Карло на помощь. Коломбин, ну скорее, скорее. О, привет, пьеро. Здравствуй, Буратино. Я ищу девочку с голубыми волосами. Пойдем я тебя к ней отведу. Послушай, Буратино, она мне обрадуется. А я почем знаю? Послушай, Буратино, а вдруг не обрадуется? А я почем знаю? Если эта девчонка опять надумает нас учить, то они почем-то мне останутся. Вот я его привел, воспитывайся. Ах, какое счастье, Буратино, вы нашлись! Мальчики, вступайте немедленно на мыться и чистить зубы. Артемон, проводи мальчиков к колодцу. Теперь садитесь за стол. Буратино, не лезьте пальцами в варенье. Не пейте из кофейника. Вы неисправимы. Ну, что вы такое увидели у меня на лице? Завтракайте, пожалуйста. Мальвина, я давно уже ничего не ем. Я сочиняю стихи. Мальвина бежала в чужие края. Мальвина пропала, невеста моя. Рыдаю, не знаю, куда мне деваться. Мне лучше с кукольной жизнью расстаться. Искренне, есть чувства. Хотя рифмовые глаголы дурный вкус. Я чувствую. Я, буратино, грибат, буратино. Лиса, лиса, лиса. И как, ботина? Нужно бежать. Мальвина бежала куда-то-то, куда-то-то. А я за мальвиной за гонку шла пасет. Бежим как можно скорее. Мы погибли. В какой панике? Именем Тараварского короля. Ну вот, барабан-барабан догнал нас. Ага, вот так ловко. Сам золотой ключик идет ко мне в руки. Иди ко мне, мои деточки. Взять, негодяев. Они убежали от хозяина театра. Эй, куклы, хватит их бояться. Нас же больше сейчас. Мы лишим его самого дорогого. Его барабан. Да, ключик. Догони меня. Отдай. Сначала догони. Не догонишь, не догонишь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, бедный, бедный. Моя борода. Посмотрите, борода коробаса обмоталась вокруг дерева и приклеилась к смоле. Моя прекрасная борода. Папа Карла, сюда, сюда. Здесь, здесь, здесь. Скорее, скорее, скорее. Вот вы и наказаны за свою жадность. Моя прекрасная борода. А вы прочь отсюда, мошенники, пока я не позвал полицию. А мы вообще мимо проходили. Мы ни при чем. А теперь, друзья, пойдем домой. Папа Карла, возьми молоток и отдери от стены дырявый холм. Зачем, сынок? Ты хочешь дирать со стены такую прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящий огонь, и мне становится теплее. Папа Карла, даю тебе честное кукольное слово. У тебя будет настоящий огонь, бочевый. Дери, холмс. Гратино, я предупреждал, что тебя ждут ужасные, опасные и страшные приключения. Хорошо, что все кончилось благополучно. А могло кончиться и иначе. Волшебная дверца перед вами. А вот и ключ от дверцы. Папа Карла, ой. Наш волшебный кукольный театр. В этом театре мы поставим самый лучший спектакль, Самый веселый комедий. Грабас бы рыбословный в досаде. Я буду писать пьесы с роскошными стихами. Я буду продавать мороженое и билеты. И следят, чтобы все зрители перед представлением мыли руки. Постойте, ребята, а учиться когда? Учиться будем утром, а вечером играть в театре. А я во время представления могу изображать встречание два. Топать носорога и скрип крокодиловых звук. И по вследствованию горчание хвостом вой ветра. Вот и боти, кем хочешь быть в политеатре? Чудаки, я буду играть самого себя. И прославлюсь на весь свет. Мы поставим комедию. Небалкновенное приключение. БУ-РА-ТИ-НО! 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 БУ-РА-ТИ-НО!